Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Вопрос 2353, том 10. Что за решение патриарха Тихона за номером 362, на который ссылаются все раскольники, все отделяющиеся от патриархии или друг от друга? Почему его не печатают нигде? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Его и боятся, и любят. И в нем есть много дырок, в которые любая крыса просунет голову. Постановление Святейшего Патриарха Священного Синода и Высшего Церковного Совета Православной Российской Церкви от 7 по новому стилю 20 ноября 1920 года за номером 362. Цитата. Преподать епархиальным архиереям также указания на случай разобщения епархии с высшим церковным управлением или прекращения деятельности последнего и на основании бывших суждений постановили. Циркулярным письмом от имени его святейшества преподать епархиальным архиереям для руководства в потребных случаях ниже следующие указания. 1. В случае, если Священный Синод и Высший Церковный Совет по каким-либо причинам прекратят свою церковно-административную деятельность, 2. Епархиальный архиерей за руководственными по службе указаниями и за разрешением дел по правилам восходящим к высшему церковному управлению обращается непосредственно к Святейшему Патриарху или к тому лицу или учреждению, какое будет Святейшим Патриархом для этого указано. 2. В случае, если епархия вследствие передвижения фронта, изменения государственной границы и т.п. окажется вне всякого общения с высшим церковным управлением или само высшее церковное управление во главе со Святейшим Патриархом прекратит свою деятельность, 3. Епархиальный архиерей немедленно входит в сношение с архиереями соседних епархий на предмет организации высшей инстанции церковной власти для нескольких епархий, находящихся в одинаковых условиях, в виде ли временного высшего церковного правительства или митрополитчьего округа или еще иначе. 3. Попечение об организации высшей церковной власти для целой группы оказавшихся в положении, указанном в пункте 2, 4. Епархий составляет непременный долг старейшего в означенной группе пассану архиерея. 4. В случае невозможности установить сношение с архиереями соседних епархий и впредь до организации высшей инстанции церковной власти, 5. Епархиальный архиерей воспринимает на себя всю полноту власти, предоставленную ему церковными канонами, 6. Принимая все меры к устранению местной церковной жизни и, если окажется нужным, к организации епархиального управления, применительно к создавшимся условиям, разрешая все дела, предоставленные канонами архиерейской власти, 6. При содействии существующих органов епархиального управления, епархиального собрания, совета и прочее или вновь организованных, 7. В случае же невозможности составить вышеуказанные учреждения самолично и под своей ответственностью. 5. В случае, если положение вещей, указанное в пунктах 2 и 4, примет характер длительный и даже постоянный, в особенности при невозможности для архиерея пользоваться содействием органов епархиального управления, 6. Наиболее целесообразной в смысле утверждения церковного порядка меры представляется разделение епархии на несколько местных епархий, для чего епархиальный архиерей А. предоставляет преосвещенным своим викарием, пользующимся ныне, согласно наказу правами полусамостоятельных. 7. Все права епархиальных архиереев с организацией при них управления применительно к местным условиям и возможностям. 8. Учреждает по соборному суждению с прочими архиереями епархии по возможности во всех значительных городах своей епархии новые архиерейские кафедры с правами полусамостоятельных или самостоятельных. 6. Разделенно указанным в пункте 5 образом, епархия образует из себя во главе с архиереем главного епархиального города церковный округ, который и вступает в управление местными церковными делами согласно канонам. 7. Если в положении указанном в пункте 2 и 4 окажется епархия, лишенная архиерея, то епархиальный совет или при его отсутствии клир и миряне обращаются к епархиальному архиерею ближайшей или наиболее для них доступной по удобству сообщения епархии и означенный архиерей или командирует для управления вдовствующей епархией своего викария или сам вступает в управление ею действия в случаях, указанных в пункте 5 и в отношении этой епархии согласно пункту 5 и 6. Причем при соответствующих данных вдовствующая епархия может быть организована и в особый церковный округ. 8. Если по каким-либо причинам приглашения от вдовствующей епархии не последуют, епархиальный архиерей, указанный в пункте 7 и по собственному почину принимает на себя о ней и ее делах, 9. В случае крайней дезорганизации церковной жизни, когда некоторые лица и приходы перестанут признавать власть епархиального архиерея, последний, находясь в положении, указанном в пункте 2 и 6, не слагает себя своих иерархических полномочий, но организует из лиц, оставшихся ему верными, приходы и из приходов благочиния и епархии, предоставляя, где нужно совершать богослужения даже в частных домах и других, приспособленных к тому помещениях и переправ церковное общение с непослушными. И прервав, простите, церковное общение с непослушными. Все принятые на местах, согласно с настоящими указаниями мероприятия, впоследствии в случае восстановления центральной церковной власти, должны быть представляемы на утверждение последней. Далее Игнатий Тихонович Лапкин пишет Найдите здесь слова «Бог, Христос, Библия». Это в чистом виде дух той церковной структуры, структуры, на которую держали все годы ориентир в РПЦЗ. Совет Божий оказался и тогда не очень нужен. Вторая книга про Липоменон, 25 глава, 16 стих. Когда он говорил ему, царь отвечал, «Разве советникам царским поставили тебя? Перестанешь, чтобы не убили тебя?» И перестал пророк, сказав, «Знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего». Притча 1.30 «Не приняли совета моего, презрели все обличения мои». Михея 6.16 «Сохранились у вас обычаи Амрия и все дела дома Ахавова, и вы поступаете по советам их. И предам я тебя опустошенную и жителей твоих по смеянию, и вы понесете поругание народа моего». Монархию хотят восстановить, но добровольно кто же согласится, а значит снова море крови пить и в первый класс стране идти учиться. Неужто ничему не научились белогвардейские рассеянные толпы? Бессильным только накопить бы силы, ударить красных, чтоб не собрать осколков. Монархи им мерещатся на троне, в непобедимом православном духе, в Константинополе ждут мусульман с поклоном. Какой им дух-то нашептал на ухо? Христианин любой, есть царь по вере, он царствует над плотью, над грехами. Цари же все козявки, то есть черви, и черви съеденные, как мы не раз слыхали. Доверься Богу, а уж Он нам даст, пигмея лысого, усатых людоедов, Саул, и на священников издаст приказ, и страшная звезда взойдет на нас кометой. Как Иегове будет то угодно благословить правителям бесправным из прежних полукровок сверхпородных или иного, кто явно сядет в храме. Мгновенно обрушение без опоры не сберегли готового монарха. Защитники царя по заграничным нормам порастеряли спесь фамильную от страха. Так верующий быть царем не может. Царь должен быть и деспот, и тиран. Железные натягивая вожжи, порядок навести в стране и не бояться стран. Кто из сектантов, мусульман, буддистов захочет православного царя? Свободы жаждут люди, звери, птицы, и все раскаются, что воцарили зря. 4 августа 2004 год Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин